Здравствуйте, Владимир! Здравствуйте! Давайте сначала обсудим новое заявление МИД России. Российская сторона готова предоставить представителям Баку и Еревана площадку для переговоров. Что-то новое происходит, Владимир? Я думаю, что Россия не меняла свою позицию в этой части. Россия всегда готова была быть посредником, но случилось так, что посредничество России стало ненужным. Россия продолжает об этом говорить, хотя совершенно понятно, что армянская сторона в нынешней ситуации не хочет посредничества России. Поэтому это такое стандартное дежурное заявление о том, что мы готовы вернуться. Если армянская сторона видит Россию новым, следующим, еще одним посредником, то Россия, естественно, согласна. Но, скорее всего, конечно, из этой фразы ничего не выйдет. То есть заявление без какого-либо повода? Заявления такого рода министерства иностранных дел делают постоянно. Ну, сегодня даже Кулеба заявлял о том, что он готов к переговорам с Россией. Вот был не готов, а теперь готов. Но это обычные заявления. Естественно, что очень редко кто-нибудь говорит о том, что он против переговоров, о том, что он не допускает переговоров. Россия всегда говорила о том, что она хочет переговоры в Армении и Азербайджане. А что получилось, то получилось. Но переговоры можно и продолжать. Понятно, что ситуация уехала настолько далеко, что эти переговоры стали совершенно другими. Тем не менее, стандартная оппозиция говорит о том, что переговоры надо предлагать. Баку уже отреагировал Владимир Азербайджан. Всегда был готов к переговорам с Арменией в России и других странах. Это официальное заявление Баку. А несколько дней назад Баку отказался от встречи в Лондоне. Как понимаете тогда? Никак. Баку готов к переговорам, но он готов к переговорам на своих условиях. Если армянская сторона готова приехать в Москву и переговариваться на условиях Баку, он согласен. А если нет, то и не приедет. То же самое касается и Лондона. Поскольку было ясно, что армянская сторона не примет на данный момент азербайджанских нарративов, то азербайджанцы от этой встречи отказались. Они предпочли продолжать давление временем. Вот армянская сторона не хочет переговариваться на азербайджанских условиях, но мы и не едем. То есть Баку не скрывает, что себя комфортнее чувствует на российских площадках? Он безразличен к площадкам, но считает, что он же сказал, что он каждую площадку готов использовать. Он скорее хочет воспользоваться ситуацией, чтобы заставить армянскую сторону нервничать, быть более склонной к очередным уступкам. И он хотел бы, чтобы армянская сторона выслушала от российской ту ситуацию, которая сейчас сложилась. По мнению Баку, когда русские говорят армянам, что ситуация такова, армяне прислушиваются лучше, чем, например, если это скажут какие-нибудь евросоюзовцы. Евросоюзовцы говорят так, так, витиевато, из этого ничего не следует. А русские говорят прямо. На самом деле, по-моему, это ерунда. Ереван и Баку продолжают добиваться значительного прогресса на пути к мирному соглашению. Это говорит представитель Госдепа пару дней назад. По сути, и Москва, и Вашингтон говорят одно и то же. Хотят мирного соглашения. Ну, это же не так, Владимир. Вы видите мирное соглашение. Вы считаете, что реально его достичь в течение какого-то близкого времени? Скорее нет, чем да. Американская сторона выражает уверенность в том, что ситуация идет в правильном направлении. Насколько оно правильное, это направление, Ну, в общем, мы судить можем только отчасти. Но американцы считают, что если военных действий нет, переговоры идут, что-то удалось согласовать, это уже хорошо. Они уже видят некий следующий шаг. Может быть, он будет удачным. Американская сторона ведь не зависит от скорости. Для нее главные две вещи. Первое, чтобы переговоры не ушли в Россию. Второе, чтобы опять не начали стрелять. Все остальное ее устраивает. Время она не считает. Я о другом. Ясно же, и Москва, и Вашингтон сейчас не могут хотеть одно и то же. Почему? На самом деле, это не факт. Москва и Вашингтон хотели бы, чтобы стрельба в Газе закончилась. По разным причинам и с разной степенью вовлеченности. Москва и Вашингтон не хотели бы, чтобы Армения и Азербайджан начали стрелять опять друг в друга. Опять-таки, с разными целями и с разной степенью вовлеченности. Это не соответствует действительности, что Россия и Соединенные Штаты всегда хотят разного. Нет. Такая атмосфера, Владимир, разве не означает, что пойти на урегулирование без посредников не удастся? Это очень сложный вопрос. А пойти с посредниками удастся? Здесь вопрос в том, насколько посредники могут взять на себя гарантии. Гарантии чего? Армения ведь не хотела бы, например, чтобы Россия была единственным посредником. Или чтобы Турция была единственным посредником. А Азербайджан не хочет, чтобы единственным посредником был коллективный Запад. Поэтому здесь вопрос посредников, он всегда зависит от того, о чем именно вы собираетесь договориться. И если договоренности достаточно прозрачные, легко верифицируемые и, скажем так, в той или иной степени устраивают обе стороны, то можно и без посредников. А в данном случае есть очень большой риск недоверия и уровень недоверия. Поэтому и та, и другая сторона предпочитают, чтобы кто-то был посередине, чтобы кто-то им что-то гарантировал. Но получается так, что гарантировать трудно, поскольку требования на сегодняшний момент не сведены к одной и той же формуле. Вот и получается, что посредников ищут, но не находят. Вот как раз к теме. Одновременно анонсируется возможность встречи в Турции по формате 3 плюс 3, Владимир. Но это на фоне явного напряжения и рано-турецких отношений. И у российско-турецких отношений тоже немало проблем сейчас. У российско-турецких отношений проблем много, но это проблемы скорее носят текущий характер. Глобальных проблем я не вижу, текущих много. А что касается встречи в формате 3 плюс 3, на мой взгляд, эта встреча полезна, если она может что-то дать. Если она ничего не может дать, то какой в ней смысл? На сегодняшний момент не удается больше сблизить позиции Армении и Азербайджану, чем это было там, условно говоря, 3 недели назад. Поэтому мы ждем, что либо что-то произойдет в плане сближения позиций, либо встреча имеет возможность окончиться без особого результата, если она, конечно, состоится. Видимо, многое зависит, как решится коммуникационный кризис в регионах. Может быть, здесь может быть очень много вариантов. И мне кажется, что на сегодняшний момент, если брать логику этой встречи, она окончательно не готова. Владимир, а куда ведут американские выборы, мировую политику? К обострению или наоборот? Вы знаете, кто на них выиграет? Я не знаю, кто на них выиграет. Я думаю, что американский политический класс хочет, чтобы выиграла Харрис и чтобы курс в целом продолжился. Очень небольшая часть американского политического класса хочет, чтобы выиграл Трамп. А что будет делать Трамп, если он придет к власти, не знает никто. Точно так же, как это и было 8 лет назад. 8 лет назад Трамп, придя к власти, начал сильно чудить. У него из этого ничего не получилось. И ему пришлось пристать к крайним радикалам в республиканской партии. Достаточно вспомнить назначение Болтона на должность советника по нацбезопасности. Который начал строить весь мир, в общем, ничего ему особенно не предлагая. Когда Трамп ушел, и вся Европа, и значительная часть не Европы испытали просто облегчение. На мой взгляд, если брать армяно-азербайджанские отношения, то Трампу они безразличны. И поэтому есть большая вероятность, что он скажет и армянам, и азербайджанцам. Ну, это ваша проблема, решайте как хотите. В отличие от коллективного Блинкина, который всюду есть, всюду присутствует и всюду пытается влезть. А при Трампе приоритеты будут несколько другими, если это произойдет. И плюс это или минус, никто не знает. Но можно предположить, что вот таких заявлений о том, что Госдеп приветствует продолжение переговорного процесса и видит в нем шансы на позитивное завершение. Вот при Трампе их будет меньше таких заявлений. При Трампе даже следить особо за этим не будут, хотя бы потому, что им это не очень интересно. Им интересно вытащить деньги из Европы, вытащить деньги из Китая, вытащить деньги из Индии. И вот этим они будут заниматься. А вот армяно-азербайджанскими отношениями вряд ли. То есть возникает большое ожидание до ноября. На мой взгляд, ожиданий больше, чем этого следовало бы допускать. Владимир, а чей игрок в этой политике Орбан? Запада или Москвы? Что, что еще раз я не расслышал. Кто? Орбан, чей игрок в этой атмосфере? Запада или Москвы? А я не расслышал фамилию, извините. Орбан, Орбан, пример в Венгрии. Господи, ясно. Орбан не игрок ни Запада, ни Москвы. Орбан игрок имени самого себя. Орбан игрок таких людей, как Фитца, как очень многие в Румынии, в Болгарии, в Чехии. Не случайно, что Бабиш вошел в его фракцию. Орбан игрок таких людей, как Липен, таких людей, как Вилдерс в значительной степени. Эти люди хотели бы, чтобы к власти пришел Трамп, и чтобы отношения и внутри Европы изменились, и чтобы изменились отношения между Соединенными Штатами и Европой. А насколько это реалистичный проект, я не знаю. Я бы сказал, что я отношусь к реалистичности этого проекта достаточно осторожно. Орбан хотел бы стать главным по Трампу в Европе. Сами можете решить, насколько это вероятно. Я бы был по этому поводу умеренно скептичен. Тогда вам понятно, почему Москва отказала Эрдогану в посредничестве, а Орбану нет. Москва не отказывала Эрдогану в посредничестве. Вопрос в том, что влияние Эрдогана, условно говоря, Орбан может поехать в Китай, Эрдоган нет. Орбан может выглядеть любимым другом Трампа, а Эрдоган нет. Вот вся история. Орбан, как коммуникатор с Си и коммуникатор с Трампом, значительно предпочтительнее Эрдогана. Поэтому Орбан сам на себя взял эту роль, и Москва ему в этом никак не мешает. Если он хочет, пожалуйста, Россия только это поддерживает. Но Эрдоган не может взять на себя эту роль, просто потому что он с ней не справится. На этом все сегодня. Спасибо, Владимир. Да нет за что. Большое вам спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok